Привет, друзья! Мы живем в очень интересное время, когда автомобильный мир переживает настоящую трансформацию, из-за которой кроссоверам уделяется больше внимания, чем даже флагманским седанам топ-уровня, которые всегда считались самыми нафаршированными и дорогими представителями своего бренда. Что казалось всегда нормой, и мы считали, что так будет всегда. Но время идет и все меняется, и сегодня в качестве доказательства своих слов я хочу привести вам пример. Вы когда-нибудь задумывались, какая на сегодняшний день самая дорогая BMW? Конечно же я говорю за базовое оснащение. Наверняка вы сразу же подумали о новой семерке, ведь это же флагман, ему положено быть самым дорогим, но это не так. Даже если взять самую дорогую модификацию i7 M70, она вам обойдется в 201 тысячу долларов. Так что нет, не эта модель является самой дорогой. А может это топовая M8 Competition, эксклюзивная модель с самым большим индексом в линейке, вполне логично должна быть и самой дорогой. Но это снова не так. Двухдверка обойдется вам даже дешевле, чем электрическая семерка. Правда, разница будет небольшая, а само купе обойдется в 199 тысяч 590 долларов. Так какая же модель является тем самым дорогим BMW? Как это не удивительно, но это кроссовер. Его величество – BMW XM Label Red. На сегодняшний день это самый мощный BMW, который вы можете себе купить. Как-никак 750 сил и ньютон-метров момент. За этого малыша компания просит 224 тысячи долларов в базовой комплектации. Так что на сегодняшний день именно XM Label Red является самой дорогой моделью компании и своего рода флагманом бренда. Итак, дела обстоят не только у BMW. Есть огромное количество брендов, у которых иерархия моделей очень сильно сместилась в сторону кроссоверов. Самое интересное, что Mercedes старается держаться традицией и у него самой дорогой моделью. В базовом исполнении выступает новенький S63 AMG, если не брать во внимание суббренд Maybach. Цена S63 E-Performance составляет 226 тысяч 665 долларов. Но даже если и взять во внимание Maybach, ситуация не сильно поменяется. S-класс все равно останется самым дорогим, только в названии появится приставка Maybach, а цена увеличится и составит 257 тысяч 620 долларов за автомобиль с V12. Друзья, а как вы считаете, стоит ли уделять так много внимания кроссоверам и отдавать им имя флагмана компании? Как всегда, оставляйте свои комментарии под этим роликом. А мы двигаемся дальше. Астон Мартин заключил договор о долгосрочном партнерстве с Люси. Таким шагом британцы пытаются наверстать упущенное время и догнать своих конкурентов в этом направлении. Давайте будем честными, но британцы немного припозднились на вечеринку электромобилей, и у них уже нет времени на то, чтобы разрабатывать что-то свое с нуля. По этой причине в компании не придумали ничего более удачного, чем заключить сделку с одним из пионеров производства электрокаров, коим является Люсид. Давайте будем откровенны, у американцев на сегодняшний день одни из лучших электромоторов в мире и лучшие показатели по дальнобойности среди всех электромобилей, которые выпускаются на сегодняшний день. КПД их силовой установки действительно впечатляет, и даже трехмоторный Люсид Эйр Сафир с отдачей в 1200 сил имеет феноменальные показатели по запасу хода. Так что неудивительно, почему британцы обратились именно к Люсид. Благодаря подписанию этой сделки британцы получают доступ к определенным компонентам трансмиссии американского производителя, а также к аккумуляторным батареям, которые используются в высокопроизводительных версиях электрокаров. Взамен Люсид получает часть самой британской компании. Если быть точным, речь идет о доле размером в 3,7%, которые будут поэтапно выплачиваться Люсид. Речь идет о сумме в 232 миллиона долларов. Это никоим образом не скажется на партнерстве между Астон Мартин и Мерседес. К тому же Мерседес не отказывается от своих планов по увеличению доли в британском бренде до 20% к концу нынешнего года. Просто технологии, которые предлагает Мерседес, Астон Мартин будет применять в своих бензиновых и гибридных автомобилях. А вот электромобили получат наработки от американской компании. Причем Астон Мартин обещает, что не будет тупо их устанавливать и использовать в первозданном виде. Британские инженеры будут настраивать каждый элемент индивидуально под конкретный автомобиль. Если все пойдет по плану, то уже к концу нынешнего десятилетия Астон Мартин переведет основные модели на электротягу и будет выпускать их исключительно в таком виде. Fiat вернул к жизни свою культовую модель Fiat 600, которая выпускалась в 50-60-х годах прошлого столетия. Только возродил он ее в угоду современным трендам в виде компактного городского кроссовера. Для раскрутки модели пригласили самого Леонардо Декабрио, а премьера новинки состоялась в Турине, Италия. Сам же автомобиль очень похож на своего младшего брата Fiat 500. Это видно невооруженным глазом. У новинки такой же плавный кузов, аркообразная крыша и большие круглые фары спереди. Интерьер автомобиля выполнен в ретро-стиле. Передняя панель окрашена в цвет кузова и имитирует голый металл. Такой же элемент отделки использовался и в оригинальном Fiat 600. Но в компании не пожадничали и на современные технологии. Так что кроссовер предлагает цифровую приборную панель и 10-дюймовый сенсорный экран. Кроме экранов новинка оснащается бесключевым доступом, подогревом сидений, имеет беспроводную зарядку для смартфона и камеру заднего вида. Добавьте сюда еще целый набор систем безопасности и адаптивный круиз-контроль. Новинка является электромобилем и оснащается единственным электромотором мощностью в 156 лошадиных сил. Его питает батарея на 54 кВт-час, одного заряда которой хватает, чтобы проехать 400 км пути. Также есть быстрая зарядка, благодаря которой можно всего за полчаса зарядить батарею до 80%. А вот на разгон до первой сотни Fiat 600 тратит целых 9 секунд. Прием заказов на новинку откроется уже сегодня, 5 июля, а цены на автомобиль начинаются с отметки в 35 950 евро. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok